Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях Олег Пырков и Дмитрий Кашин. И мы разбираем трагическую ситуацию, которая называется страхование в нашей стране. Причем, конечно же, оно связано именно с ОСАГО, потому что ничего более чудовищного, чем ОСАГО, мы пока еще не придумали. Это косвенный налог. Он существует только для того, чтобы мы с вами деньги отдавали и желательно не получали ничего. И вы даже знаете, что в официальной терминологии страховых компаний убытком называется любая выплата. И когда страховая компания говорит о том, что у нее убытки, то это просто выплата. Это то же самое, что вы пошли в магазин и купили себе, например, мороженое за 15 рублей, значит, вы понесли 15 рублей убытка. Страховая компания живет именно по этому же самому принципу. А Олег Пырков — это тот самый человек, на самом деле это герой нашего времени, который решил дать бой неправедно выстроенной системе. Эту неправедно выстроенную систему создавал Росгосстрах, такой Росгосужас. Это очень серьезное проклятие в нашей стране, полностью частная компания. Ее название само по себе уже очень сильно обманывает людей, потому что, в общем-то, частная лавочка не имеет права содержать упоминание государства в своем названии. И это тоже один из элементов неприятностей, которые нам доставляет вертикаль. А если совсем коротко, то ситуация выглядит предельно прозрачно. Нас обманывают, нас не считают за клиентов, нас не воспринимают как равных партнеров, и при всем при том дают возможность каждому барахтаться самостоятельно. Вот если бы речь шла, например, о Ходорковском или Навальном, государство моментально придет и расскажет, что не так они делают, и как они должны улучшить свою деятельность. А если речь идет, например, о Якунине, Олегперове или Хачатурове, нет, ну что вы, у нас свобода. Поэтому, товарищ Пырков, у вас есть претензии? Ну, вы вправе их юридически оформить. Чем Олег Пырков и занимается. Ну, наконец-то, здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, Олег, ну, расскажи, с чего все началось, хотя я боюсь, что очень многие сейчас в ужасе подумают, какая распространенная ситуация, у нас под кальку все то же самое. Со мной произошел очень интересный случай. Сырла. Сырла. Трех транспортных средств. Ты виноват, нет? Я был виноват, но и в то же время я являлся потерпевшей стороной. Это вы друг за другом что-то в цепочку выстрелились? Ну, так точно. Десять лет без аварийной езды, десять лет прилежный водитель, и надо же такому случиться, что... Ну, да, год-то какой? Тринадцатый. Тринадцатый, да. Поменял права, и тут же не повезло. Счастливый ужин. Итого, значит, по Нижнему Новгороду житель города Олег Пырков едет, он едет на своей машине летом тринадцатого года и вляпывается в ДТП. Да, ДТП было, кстати, классическим, совершенно обыкновенным. Ты был вторым в цепочке? Я был вторым в цепочке. Естественно, вдаваться в подробности сотрудники Государственной автомобильной инспекции, сотрудники ГБДД не стали. И, соответственно, виновными сторонами стали я и... Второй и третий. Второй и третий, да, за несоблюдение дистанции. Но я являлся в то же время потерпевшей стороной. От третьего, который прилетел в багажник. Так точно, да. И, естественно, что мне делать? Я решил обратиться в страховую компанию виновной стороны за возмещением убытка. Я не мог обратиться в свою страховую компанию по прямому возмещению. Мы понимаем, что есть ряд условий, которые должны соблюдаться для того, чтобы получить это возмещение. Условия не были соблюдены. И поэтому единственной возможностью моей было обратиться в страховую компанию виновной стороны. Росгострах. Росгослужас. Ну да, официально называется Российский государственный страх. Даваться в детальной подробности о дорожном транспорте и происшествии я не буду. Собственно, о нем уже все сказано. В начале июля 2013 года я подал обращение в пункт регулирования убытков филиала страховой компании виновной стороны, расположенной в городе Нижнем Новгороде за получением страховой выплаты. Мне был предоставлен ответ, которым, по сути, мне было отказано. Несмотря на готовность принять мое требование, по сути, я получил отказ. То есть Олег Пырков, как частное лицо, пострадавшее от человека, застрахованного в Росгослужасе, решил прийти в Росгослужас и сказать, где мои деньги. Ему сказали, да, мы понимаем, что вы слегка подбиты со своим истребителем, но идите-ка вы нафиг. Да, мне было разъяснено, что не являясь клиентом страховой компании, я должен был обратиться в пункт регулирования убытков в Нижегородской области, расположенной в городе Уринь, за 200 километров от Нижнего Новгорода. Сочувствую несчастным людям, живущим в этом городе, само по себе название с легким уринотипическим оттенком навевает какие-то очень неприятные спазмы. Я бы хотел, наверное, разъяснить москвичам. Москвичам в определенном смысле повезло, что Москва это город федерального значения, но чтобы было более понятно, перенос пункта урегулирования убытков из Нижнего Новгорода в город Уринь... Сколько километров? Порядка 200 сопоставим с переносом пункта урегулирования убытков из Москвы, ну, например, Ярославль. Нормальная практика. Кстати, у Росгослужаса по стране именно так и сделано. Ну, представим, что многие москвичи, которые случайно так попали в ДТП, с радостью вдруг поехали в город Ярославль, возможно, неоднократно посетили этот город, да? Вот точно, совершенно гарантировано, что неоднократно. Сначала за справкой, потом за бумажкой, а потом за бумажкой к справке. Да. В то же время страховая компания обратила мое внимание, что их действия соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим, что страховщик должен иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представитель должен быть уполновочен, соответственно, на рассмотрение требований потерпевших страховых платных начисления, страховых плат по... Ну, это в рамках пункта первой статьи 21 закона об ОСАГО. Между тем, с законом не установлено, где именно должен быть расположен пункт урегулирования убытков в субъекте Российской Федерации. А субъект бывает большой? Субъект бывает большой. Стоярский край, например, у нас. Ой, какой. Аж прям до северного ледовитого. Ну, соответственно, что сделал страховщик, он воспользовался этим. И решил отправлять всех потерпевших на очень отдаленное расстояние. То есть мог послать на три буквы, а на самом деле послал на гораздо большее количество букв, на целых пять. Урень. Да. При этом очень это хитро было сделано. Дело в том, что Росгострах позиционирует город Урень как основной пункт урегулирования убытков для всех, включая своих клиентов. А в городе Урень мемориальная табличка есть на эту тему? Неизвестно? Я не знаю насчет мемориальных табличек, но я думаю, что гостиничный бизнес там уже процветает. Я думаю, что там должна быть какой-нибудь географический знак о том, что финансы товарища Хачатурова крутятся вокруг города Урень. Начало финансовых путей. Да, звучит очень хорошо. То есть город Урень это для всех тех, кто не наши. А пошли-ка вы в Урень. Тут очень вопрос тонкий. Они обозначили город Урень как пункт урегулирования убытков и для своих клиентов, и для потерпевших сторон. Но тут нужно понимать некоторую особенность. Росгострах, может быть, это был некий маркетинговый ход или возможность закрыться в этой ситуации. Может, кому в морду дали. Да. Они обозначили пункт урегулирования убытков в городе Нижний Новгород как некая поблажка для своих клиентов. Филиал Уреня. Ну, нельзя сказать, что это филиал Уреня, да? Это просто филиал, который обслуживает клиентов. С точки зрения того, как выстроены дела в Росгосужасе на территории Нижегородской области, центром вселенной является не Нью-Секи, а Урень, а Нижний Новгород является филиалом по возмещению. Ну, наверное, да. Урень это скоро станет столицей приголожка в федеральную округу, если мы таким образом будем постепенно искать недочеты законодательства. Я понимаю, что он просто загнется, и через какое-то время его, к сожалению, не станет. Другая тенденция, она не имеет к Росгосужасу отношения. Это в целом о том, как Россия встала с колен и наконец-то поползла куда-то, к берегу реки. Итого, значит, все, кто получил в багажник клиента Росгосужаса, должен по Нижегородской области ехать в город Урень, если он не зарегистрировался в этом самом Росгосужасе. Верно. И это относится только к гражданам-автовладельцам. То есть к физическим лицам? К физическим лицам. К юридическим лицам это не относится. Мне было заявлено это как раз на рассмотрение моего отдела Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области. А, к сожалению, документов у меня нет на руках, но это было заявлено юристом. Было указано, что юридические лица... Добро пожаловать. В городе Нижний Новгород. Нижний Новгород к вашим услугам. Потому что если вы большая серьезная структура и у вас целый автопарк, то, конечно же, мы готовы с вами иметь дело. А если вы частное лицо, да еще которое не принесло нам денег, а пришло к нам за деньгами, а иди-ка ты частное лицо на обломках своей судьбы и автомобиля в город Урень. Росгос ужас повелевает, чтоб катился ты туда за 200 километров. Кстати, вот появление здесь в нашем разговоре упоминания о антимонопольной службе, это очень интересный президент. О нем как раз после новостей. А также с Олегом Пырковым и Дмитрием Кашиным, приехавшим специально из Нижнего Новгорода, чтобы рассказать нам, а заодно и всей стране, о политике негосударственной, на 100% частной страховой компании, которая называется Росгосстрах, и тем самым уже обманывает клиента, вводит их в заблуждение. Это как раз потихонечку попадает под квалификацию. Название Росгосстрах попадает под квалифицирующие признаки статисту 59 УК РФ, но не по этому поводу Олег Пырков приехал к нам, а по поводу того, что не будучи застрахованным в Росгосужасе и получив в багажник клиента застрахованного в Росгосужасе, он за возмещением и урегулированием убытка был отправлен за 200 километров. То есть могли дальше послать, а его послали всего лишь за 200 километров в город Урень. Я посчитал, что страховщик отнесся недобросовестно в данной ситуации. Слово совести страховщик. Ну я считаю, что это ненормально. Я тоже так считаю. Видите, наше мнение сходится, это замечательно. Я решил обратиться в органы государственной власти в целях защиты моих прав по следующим причинам. Ну, во-первых, я посчитал, что действия страховой компании носят дискриминационный характер, и на эту мысль меня натолкнул как раз Дмитрий. Дмитрий сидит рядышком. Да. Мы посчитали, что это несправедливо. Да. Справедливость вообще-то редкая птица. Вы ее за хоз хоть раз ловили? Да, я так понимаю. Было пару раз именно поэтому у Дмитрия ощущение, что это было несправедливо. В случае со страхом, с Росгос, да, здесь несправедливость отовсюду. Я просто сижу и все более и более наполняюсь ужасом, потому что какую бы замечательную страховую компанию я не нашел, какие бы замечательные услуги она не предоставляла, я должен ехать и бояться, потому что передо мной спереди или сзади может возникнуть клиент Росгосстраха. Особенно сзади. Коварно подкрасться. Да, да, да. А страна у нас огромная, и я могу поехать очень далеко и очень надолго, если я вдруг с ним встречусь. И возможно не вернуться. Да, тем более что Росгосстрах, он повсеместный, он практически держит у нас самую весомую долю всего рынка сбора денег ОСАГО. То есть вот этот косвенный налог, каковым ОСАГО является по факту, он как раз в кармане Росгосстраха превалирует. Итого, несправедливость. Росгосужас. Росгосужас. Ну, тут нужно проникнуться. Еще бы. Понимаете, участники ДТП, представьте себе, участники ДТП проживают в городе Нижнем Новгороде, где страховая компания имеет свой специализированный пункт урегулирования убытков. Соответственно, есть соответствующие компетенции у этого пункта и урегулирования убытков разбирать страховые дела. Но только клиенты страховщика имеют право обратиться именно в нижегородский филиал страховой компании. в связи с тем, что являются потребителями услуг этой страховой компании. Мне кажется, что это может найти свое логическое объяснение. Не каждая потерпевшая сторона, я думаю, что далеко не каждая потерпевшая сторона, например, я присутствую здесь. В далекой Москве. Да, в далекой Москве. И я не поехал говорить, да. Не каждая потерпевшая сторона может лично, а это одно из условий, как мне было первоначально разъяснено страховщиком. Я к нему обращался, звонил. Мне нужна была поддержка. Поддержка какая? Информационная. Чтобы мне было разъяснено, что я должен сделать после ДТП. Тем более, что в данном случае ты не являешься их клиентом. Тем более, они обязаны объяснить. И мне было разъяснено, что я имею возможность получить выплату, если я лично приеду в Урень и буду участвовать в рассмотрении дела в городе Урень. Рассмотрение дела может проходить там долго. Да. Мало того. Первоначально мне было заявлено, что даже если я направлю свои документы почтой, мне все равно придется приехать в город Урень, чтобы лично заполнить бланк, заявление и все документы на месте. Иначе мои документы, по сути, останутся без движения. Ты как челобитную царю подаешь, холоп. Просто безысходность и тлен. Надо всем этим. Рост госстрах. И мой собрат по разуму с такой же русской фамилией, как у меня, Хачатуров. Естественно, что при отсутствии надлежащего обращения страховые выплаты не производятся. Идешь еще дальше, чем в Урень. Срок идет. Страховая компания расходы не несет. Это выгодно? Я считаю, что это очень выгодно. Мне, конечно, сложно говорить о фактических финансовых выгодах, получаемых от подобного перераспределения клиентского потока. Но не выплатить денег — это все-таки сокращение убыточности. Да, но я подозреваю, что доход довольно-таки велик. Представьте, вот я не обратился, да? Не обратились еще несколько сотен, а может, пару тысяч человек. ОСАГО вообще штука очень выгодная. Она ведь не зря так паразитирует на всех, на нас. Это отдельный разговор. Чем обернулось для стороны введение ОСАГО? Собственно, одной из самых главных причин, одной из самых главных последствий ОСАГО — это чудовищная стоимость метра жилья. Потому что неправедно отобранные у нас деньги были брошены страховыми компаниями именно в строительный сектор. И как перегретый денежной массой он подскочил по стоимости одного метра, сделав жилье недоступным. Здесь прямая причина — следственная связь. Из-за того, что нас государство ограбило ОСАГО, именно из-за этого нам негде жить. Но это ждет несколько другого прокурорского взгляда в несколькой иной системе координат. Я так понимаю, чуть-чуть попозже, через пару десятков лет, для того, чтобы оценить, что конкретно произошло с нами. Сейчас об этом говорить даже как-то не принято. В общем, на мой взгляд, со стороны страховой компании, по сути, были созданы заведомо неравные условия между потребителями услуг страховщика и лицами, не являющимися клиентами данной страховой компании. Что это? Ну, это дискриминация. Но правда ведь, да? По финансовому признаку, кто нам не заплатил, того не любят. Ну, давайте посмотреть правде в глаза. Как бы это красиво не было обличено в некие письменные форумы, в какую-либо лирику со стороны страховых компаний. И приятный женский голос в телефоне. Да, эта дискриминация самая обыкновенная, прямая дискриминация. Когда разделяют хороших и плохих, своих и чужих. А мы тут с апартеидом боролись. Мы даже на бис дедушку Манделу закопали, рыдали по этому поводу. Он как раз боролся именно вот с этим, с несправедливостью, которая была по цвету, на черных и белых делили. Ну, как клавиши в пианино. Черные клавиши, наконец-то, выиграли у белых. А Росгостаг в данном случае нетолерантцем. Абсолютно. Несмотря на то, что президент господин Хачатуров, в общем, наверное, познал многие грани толерантности. Компания все-таки армянская. Не забываем об этом. Мы всем араратом гордимся. Это так уже о себе, как о представителе малого народа. Ну... Да, пожалуйста. Дружба народов именно для чего? Именно для этого. Во-вторых, я посчитал, что страховая компания нарушает пределы осуществления гражданских прав. Иными словами, злоупотребляет своим правом. Я... В уголовном кодексе это 285-е. Злоупотребление. Должностными полномочиями. Как юрист, наверное, я бы хотел... Остаться в гражданском процессе, а не в уголовном. Я бы хотел сказать, что похвально, наверное, что юристы страховой компании... Тут я... Коллега должная. Да. Молодцы. Ну, правда, молодцы. Нашли инструмент, как повысить доходность своей компании. Элементарно, да? Похвально, что юристы смогли воспользоваться недочетами закона об ОСАГО, предусматривающего, что страховая компания должна иметь хотя бы один пункт урегулирования убытков в субъекте Российской Федерации. Ну, правильно ли это, да? У нас есть и более отдаленные населенные пункты в Нижегородской области. Спасибо хотя бы за то, что в Орень. А не еще дальше. Дорога там есть, кстати? Кто-нибудь ездил в Орень? Я туда не добрался. Это очень далеко и опасно. Но я благодарен, что это все-таки город, а не какой-то населенный пункт, там отдаленный поселок, где партизанскими тропами нужно передвигать свой искорюженный автомобиль. Но я считаю, что это ненормально. Особенно в отношении граждан, то есть самой слабой стороны гражданских правоотношений. А мы должны помнить, что простой гражданин, да, официально, и эта позиция была озвучена Центробанком, в различных документах фигурируется, что гражданин у нас является слабой стороной гражданских правоотношений. Необходимо учитывать, что на Нижегородском рынке ОСАГО страховщик занимает доминирующее положение. Ну, это порядка 29 процентов, по-моему, 29 и 16 за первые полугодия 2013 года. Остальные доли настолько размыты. Там порядка 46 компаний участвуют на рынке Нижегородской области, и максимальные доли не выходят за 8 процентов, если мне не сменяет память. Могу, конечно, ошибаться. Все тоже по деревням расползлись? Нет, но тенденция уже есть. На форумах я слышал, что некоторые страховые компании отправляют в населенный пункт Шахуни. Я, честно, ни разу там не был. На карте это можно найти без Гугла? Я не смогу это найти. Мне придется как-то... А зачем? Зачем работать иначе? Зачем? Если самый крупный игрок поступает точно. Ты и так меньше. И, при этом, если ты еще будешь говорить честно, тогда спрашивается, зачем ты это затеял. То есть мы понимаем, что деятельность данной страховой компании затрагивает многих водителей. Если говорить образно, то это, наверное, один из крупнейших поставщиков страховых услуг в рамках ОСАГО в Нижегородской области. В связи с этим, думаю, что вероятность, что вы встретите на дороге человека, затрахованного в разгустрахе, довольно высока. И... Один кто? Ну да. И разделение обслуживания непосредственно клиентов, компаний, клиентов иных страховой компании при условии... Олег Пырков, юрист из Нижнего Новгорода и Дмитрий Кашин, они оба борются с Росгострахом. Продолжаем, да. В-третьих, в данной ситуации, которая у меня сложилась, существует еще одна проблема. Это проблема недобросовестной конкуренции. Мы понимаем, что недобросовестная конкуренция — это любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при расшлении предпринимательской деятельности и противоречат законодательству Российской Федерации обычаям, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам. Ну, по крайней мере, по букве закона именно так. Да. Казалось бы, какое отношение все это имеет к гражданину, если, по сути, это все затрагивает действия хозяйствующих субъектов? Ну, в данном случае, в данном случае, самое прямое. Гражданин в силу закона не может отказаться от обязательного страхования. Но законодатель, понимая это, предоставил гражданину право выбора страховой компании. По логике законодателя, страховые компании должны были конкурировать между собой и предоставлять гражданам самые лучшие конкурентные услуги. Но, по всей видимости, ситуация сложилась совершенно противоположной. Проще было договориться друг с другом против клиента, чем бороться за каждого клиента? А я не знаю. Может быть, они и договорились. Вы можете это исключать? Я не могу этого исключать. Я подозреваю картельный сговор. Ну, я не могу об этом как бы говорить. Между тем, ситуация сложилась противоположная, и, воспользуясь законом, страховщик создал условия, при которых мне невыгодно, невыгодно продолжать осуществлять страхование своей компании и совершенно не по причине предоставления более лучших качественных конкурентных услуг. По сути, автовладельцам, принимая во внимание, что процент водителей в городе Нижний Новгород, осуществляющих страхование своей ответственности у данного страховщика, значителен, придется против своей воли отказаться от услуг своей страховой компании в пользу Росгустраха. Пойти сдаться врагу. Да, или другой компании, которая будет занимать доминирующее положение на рынке в той или иной области. В чем тут соль? Если вы станете клиентом страховой компании, которая доминирует на рынке, вы получите возможность как минимум судиться в городе Нижнем Новгороде. Но не обязательно в городе Нижнем Новгороде, вы можете обращаться в пункт регулирования убытков непосредственно в Нижнем Новгороде. Далее вы можете пойти в суд, через независимую экспертизу возместить себе понесенный ущерб. Ну, попытаться, по крайней мере. Да. А если учитывать, что в городе Нижнем Новгороде проживает порядка полутора миллионов человек, я считаю, что целесообразно покинуть свою страховую компанию. Собственно, я это уже собираюсь сделать в ближайшее время, когда полис ОСАГО подойдет срок действия к завершению. Я считаю, что выгоды по времени рассмотрения дела, возможности проведения различных процедур непосредственно в месте моего проживания для меня будут очень выгодны. Очень выгодны. По крайней мере, меня не пошлют в Урень на 200 километров. Ну, вполне возможно, куда-то еще пошлют, но вежливым женским голосом. Ну, может быть. Побойимся, пока не зарекайся. В любом случае, если у вас в регионе есть компания, которая занимает доминирующие положения, Придется сдаться. Придется сдаться. Тем самым, выключившись из конкурентной борьбы, как сторона, по поводу которой конкуренции даже и не было. Да. И сами видите, казалось бы, какой тут вопрос о недобросовестной конкуренции? Ну, как это затрягивает? Граждан. Здесь вроде бы вопрос хозяйствующих субъектов. Они должны... Страховые компании, которые имеют меньшую долю на рынке, первым делом должны были поднять флаг, возмутиться, что их клиентов таким образом уводят от них. И первой должна была быть та самая страховая компания, в которой ты застрахован. Да. Но никто, по крайней мере, как я знаю ситуацию, никто не изъявил желания... Ввязываться против... Да. Более того... Разыграем изумление на лицах. Ну, понимаете, вот я обращался в свою страховую компанию к юристам, я им предлагал... Ребята, вот понимаете, я от вас ухожу. Я ваш клиент. Вы за меня будете бороться? Они хором сказали, давай, до свидания? Да, они сказали, вы знаете, нам это неинтересно. Я понимаю, может быть, им неинтересно конкретно я. Может быть, им неинтересно те деньги, которые я плачу за пользу. Они ничтожны, они малы. Но разве это неразумно, когда вас ущемляют на рынке, потребовать восстановления своих нарушенных прав? Так мы еще раз придем к слову справедливости, будем обсуждать его с пословой значением. А может быть, мы будем больше обсуждать слово «бред». Давайте признаемся, что это бред, что мы купили услугу, а воспользоваться ей можем где-то только очень далеко. Она нам не нужна. Будем чаще об этом говорить, и, может быть, нашим страховым компаниям будет интересно бороться не за одного, а за 100 тысяч человек. Меньше бреда. Мне видится другая штука. Вы хотели кушать и съели кука. Поскольку это оброк, он не подразумевает услуги. И уж он тем более не подразумевает заинтересованности в клиенте. Когда государство позволяет частному капиталу залазить в наш карман под прикрытием государства, мы не являемся клиентами, мы являемся податным населением. Интересы податного населения сводятся только к тому, чтобы от этих податей, выплаченных в пользу государства или его компании у нас остался еще хотя бы небольшой кусочек хлебушка. И на том спасибо. Не более. Вот упоминание Федеральной антимонопольной службы в этом контексте как было реализовано? Я решил обратиться первоначально в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Далее из прокуратуры мое обращение было направлено в службу по финансовым рынкам Центробанка Нижегородской области. Я не стал обращаться в суд. Ну, во-первых, наши суды и так достаточно завалены различными гражданскими делами. Вот это позиция истинного патриота правовой системы. Юрист Пырков. Я согласен, что на самом деле можно обойти пока и не по суду. Мне просто очень интересно, а вас-то в этой связи как и что? Так, а, собственно, те проблемы, которые я обозначил, особенно проблема, возможно, создание монополии, да, то есть часть клиентов, которые посчитают, что нецелесообразно оставаться в своей компании, в которой они застрахованы, будут уходить в Росгустрах, соответственно, доля на рынке еще больше повысится. И это не конкурентно для них, это совершенно не в моих интересах. А задачи антимонопольной службы, да, одна из задач антимонопольной службы, это предупреждение, предотвращение создания монопольной ситуации. И я подумал, что они должны на это отреагировать. А они тоже так подумали? Вы знаете, чести говоря, федеральная антимонопольная служба сработала, на мой взгляд, вот сейчас профессионально, они действительно занимаются этим делом. Некоторых сотрудников, которыми вот я общался, им это интересно. Им они действительно профессионально подошли к рассмотрению этого дела. Они борются за клиента, или они борются против Росгустраха, с которого можно будет, в конце концов, штрафными санкциями увеличить достижение этого года? Или непонятно? Они пытаются исправить эту ситуацию. Они, наверное, вышли именно на то, что они понимают, что ситуация неправильная. То есть они почувствовали себя потенциальными жертвами? Вполне возможно. И как разворачиваются события? Вот федеральная антимонопольная служба, она какие шаги предпринимает? Кроме того, что они, наконец, все поняли. Ну, в настоящее время у нас было заседание по этому делу. До этого заседания состоялось заседание экспертного совета. Экспертный совет пытался понять, монополия или нет? Нет, экспертный совет запросил разрешение рассмотреть это дело. Там очень процедурно есть сложные вопросы, которые необходимо было решить на том этапе. Но сейчас федеральная антимонопольная служба рассматривает этот вопрос, смотрят доказательства, взвешиваются, изыскиваются возможности, как повлиять, повлиять правовыми методами, даже я неправильно говорю повлиять, решить этот вопрос по закону, найти возможность. Там работают действительно профессиональные люди. Я ничего плохого про федеральную антимонопольную службу сказать не могу. Но я не думаю, что это вина вообще федеральной антимонопольной службы, что законы у нас написаны не совсем правильно. Такого закона нет. Возможность антимонопольной службы повлиять на эту ситуацию есть. Объективно есть. С учетом даже тех доказательств, которые были представлены и дополнительно ими изысканы. То есть за доказательствами они пошли не только к Олегу Пуркову, но еще и сами. Может, и поискали. Да. Я, наверное, умолчу отчасти доказательств. В настоящее время пока дело не завершено. Будем надеяться, что 30 января оно будет завершено. 30 января что именно произойдет? У нас было перенесено рассмотрение дела на 30 января. Дело как называется? Дело в рамках федерального расследования или чего? Да. Проводится расследование. То есть федеральная антимонопольная служба назначила на 30 число рассмотрение дела? Да. Первоначало оно рассматривалось в декабре. Это дело физического лица против страховой компании или это дело ФАС в... Физического лица против страховой компании. Иначе я бы не участвовал в рассмотрении данного дела. То есть получается, что вместо суда ты пошел в федеральную антимонопольную службу, которая приняла близко к сердцу эту проблему и пытается ее решить, в том числе на заседании, на открытом рассмотрении. Да. Означено на 30 января. Да. То есть федеральная антимонопольная служба всерьез пытается разобраться в сути этого вопроса. Да, я ничего плохого, даже не то, что плохого, я ничего не могу сказать негативного в отношении работы федеральной антимонопольной службы. Это правильно. Вот в настоящий момент я удовлетворен их работой. То есть молодцы занялись наконец своим делом. Да. При всем при том, что дождались, когда найдется всего лишь один очень сильно недовольный при ситуации человек, Олег Пырков, потому что подобное происходило многократно, но почему-то проходило мимо внимания федеральной антимонопольной службы. Ситуация сложилась не сегодня, ситуация сложилась даже не летом 2013 года, потому что в городе Урине регулированием занимается уже как минимум на один день, может быть, больше, а может быть, на несколько лет, мы этого не знаем. Но федеральная антимонопольная служба, она же не вправе проверки проводить сама, она же должна дождаться, пока кто-нибудь наступит на мину, и только после этого. Перерыв на новости, потом продолжим. Юрист Олег Пырков из Нижнего Новгорода Дмитрий Кашин сражаются с Росгосстрахом во имя всех нас. Хотелось бы, что отметить, в сегодняшней ситуации, на сегодняшний день, многие, наверное, забыли смысл ОСАГО, который сводится не к извлечению прибыли страховой компании, а защите граждан. В первую очередь, забыли об этом сами страховые компании. Да. В защите граждан, правонарушителя, потерпевшей стороны. В преамбуле закона об ОСАГО прямо указано, для чего он был принят. В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имущества при использовании транспортных средств иными лицами. реальный же неправильно, не совсем корректно написанный закон, которым воспользовалась страховая компания, приводит к обратному. Ведь сужение конкурентной среды может привести к ухудшению качества услуг ОСАГО и, по сути, приведет к произволу. Это вот то, о чем мы говорили, говоря о недобросовестной конкуренции. Выкидываем слово ОСАГО и получаем ситуацию произвола во всей нашей стране. Неоднозначность ситуации приводит к тому, что потерпевшая сторона фактически остается незащищенной. То есть цель закона она нереализована. Помимо ущерба потерпевшая сторона фактически не может получить его возмещение из-за совокупных действий страховых компаний. Умышленных. Ну. В их действиях умысел совершенно конкретен. Да. Я думаю, что он присутствовал. Я полагаю, что мой случай не единичный будет носить, наверное, массовый характер. Что в итоге... Он носит массовый характер, просто не все юристы. И не все, наверное, знают об этом. И не все хотят. И не все хотят. В итоге это может привести к потерям иных сторонных компаний, своих клиентов. В итоге на страховом рынке могут остаться в будущем. Возможно, останутся только крупные компании. Я им тоже желаю либо выздороветь, либо сдохнуть. Да. И при этом не факт, что эти крупные страховые компании будут заинтересованы в защите прав автовладельцев. Пока не видно, что они заинтересованы в этом. Ну, я тоже не вижу. тем более, что у Росгостраха ситуация с отделом урегулирования убытков, вынесенных за пределы городской черты, иногда за третью земель, это практика не только по Нижегородской области, из чего можно сделать вывод, что у них так принято уже давно вытирать ноги от клиента. И в целом ОСАГО, как социальный элемент справедливости и попытки всем нам помочь избежать паяльников в неприятное место и разборки с братками на 600-х Мерседесах превратилось просто в перераспределение наших денег не в нашу пользу. К сожалению, видимо, так. Платим не бандитам, платим бандитам, не бандитам, страховым компаниям. Иногда почему-то синоним верится на языке. Вы знаете, Сергей, что здесь обидно? Обидно то, что меня как бы не интересует, как страховые компании извлекают прибыль из ОСАГО. Мне обидно, что закон на их стороне, призваны меня защищать. Реально меня не защищает. Подсаки должны цаки одеть и радоваться. И приседать. Да. И в отношении ОСАГО, меня тоже не всегда волнует чужой кошелек, но меня очень сильно волнуют правовые и не только правовые последствия того, как у нас извращена система ОСАГО в стране. И когда требуется Олег Пырков и удар в бампер для того, чтобы вдруг ФАС заметил, что оказывается и здесь неправильно. И наш мегарегулятор, который то в центробанке, то вне центробанка, он тоже здесь вдруг обнаруживает какую-то проблему. Хочется спросить, ребят, а вы без Олега Пыркова вообще слепые? Вы в принципе деревянные. Вас по какому месту постучать, чтобы вы заметили, что эта игра систематическая, это не случайность. Это не потому, что в Нижнем Новгороде цены на табуретки такие высокие, что бедному Росгосужасу пришлось выбирать себе какую-нибудь площадочку подешевле. Эта ситуация в целом такая и не только у Росгосужаса. Кстати, вы знаете, Сергей, здесь еще одна интересная мина зарыта. Вот вдумайтесь тоже. Ежегодно страховые компании лоббируют повышение ставок по ОСАГО. Да, и они не могут впрямую вторгнуться в закон и поднять базовый тариф, но они постоянно придумывают коэффициенты, причем самые чудовищные взятые из потолка. А кто-нибудь подсчитывал доход страховой компании от подобных невыплат? Мне вот кажется, что доход здесь может быть огромным на самом деле. Тогда есть ли смысл повышать ставки по ОСАГО в данном случае? На самом деле если разобраться, мне кажется, я, конечно, не профессионал, может быть, в этой сфере, мне кажется, что доходность там велика и смысла этого делать нет. И вот то же самое показалось Министерству финансов, потому что когда по осени депутаты, сильно похудевшие на отдыхе, вернулись в Москву подкормиться в привычный ареал обитания и поставили на вопрос голосования об увеличении базового тарифа, то как раз окрик прилетел оттуда, откуда раньше не прилетал никогда из Минфина. Он сказал, у вас нет оснований. Вы настолько прибыльны до такой степени в три конца, что нету никаких ни малейших оснований для изменения базового тарифа. И по этому поводу была очень неприятная разборка, когда пришлось заходить с другой стороны и пытаться регулировать вопрос. Все равно не смогли, потому что нету причин для удорожания ОСАГО. Поэтому вообще сейчас дело интересно тем, что перед управлением Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области возник Олег Пырков. Нет, стоит более сложная задача либо встать на защиту автовладельцев, предотвратить, предупредить возможные монополитические действия, признать действия страховой компании нарушением, что будет означать признание прав граждан на более доступные способы получения выплат по ОСАГО. Либо признать отсутствие нарушения со стороны страховой компании, что в свою очередь просто сказать нормальная ситуация или нет. И это узаконит. Все хорошо, улыбайтесь. Урень замечательный город. Бывайте там чаще. дышит свежим воздухом. И это скорее всего узаконит такой прецедент узаконит это по всей стране. По крайней мере на него будут ссылаться многократно, как на единожды принятые решения, и тем самым вполне возможно обозначат весомость гражданских прав отдельного человека в нашей стране. Вот некто Олег Пырков полез на систему, а ему что сказали? мы дождемся конечно 30 января и по итогам заседания состоявшегося назначенного 30 января мы так или иначе будем иметь некое послесловие либо по телефону либо опять-таки в этой студии, чтобы понять кто же тут прав и имело ли на самом деле какое бы то ни было основание в город Олег выносить отдел регулирования убытков в компании Росгосужас или не имело и мы так или иначе будем следить и смотреть но ситуация именно такая мы не знаем все аргументы предложенные Олегом Пырковым свидетельствуют о умышленности действий и ущемлении прав и только ФАС теперь будет пытаться в этой коллизии расставить точки над и хотя вполне возможно что ФАС прыгнет в сторону отдаст это либо мегарегулятору скажет что это не к нему потому что он не усматривает здесь никаких в принципе поползновений монополистического плана либо скажет а едите вы в суд и сведет это все к частной тяжбе и обычному гражданскому процессу одного физического лица понимаете даже если я пойду в суд решение суда по крайней мере по Нижкородской области тоже будет прецедентом для Роскострах и они в каждом ответе будут указывать некой такой строчкой что по мнению так же или ссылаться просто на этот судебный прецедент если он будет в их пользу да а если он будет в пользу Олега Пыркова то они будут о нем молчать и каждый кто будет ссылаться на твой опыт ему будут отвечать что ну это было конкретное рассмотрение конкретного дела а у вас совершенно другое у вас и царапина в другом месте и бампер не того цвета и вообще коллизия иная потому что это ни в коем случае не указ у них задача борьбы с убыточностью любой рубль который они выпустили из своих рук это прямой убыток на языке страхователя в любом случае дело прецедентное и право так не прецедентное а дело то конечно прецедентное да и для меня как простого гражданина мне не нравится эта ситуация вообще я стал задумываться и я не понимаю что такое полис ОСАГО если институт ОСАГО перестает действовать в какой-то своей части что это это всего лишь разрешительный платный документ для того чтобы предъявить инспектору ГИБДД в первую очередь да за что я плачу если я мне не созданы условия качественные было определено что ОСАГО имеет налоговую сущность а налог он не подразумевает вопрос за что я плачу налог на бездетность в Советском Союзе например это был тот самый радостный способ отдания денег за то чего у тебя нет детей нет заплати дети есть ну так уж и быть не плати почему ОСАГО в этом отношении должно как-то сильно отличаться ты платишь не за то что тебе за это что-то будет то же самое как транспортный налог это налог просто владельца транспортного средства раньше он назывался дорожным и подразумевал какое-то отношение к дорогам никто не будет делать дороги на те деньги которые отобрали у человека Робин Гуд не этим занимался Робин Гуд в первую очередь изымал а дальше уже было видно у нас ведь тем более никто не знает как распределяется бюджет у нас количество позиций закрытых в бюджете таково что даже пришлось выкинуть пинком в зад кудрина задающего вопросы с какой стати проще было избавиться от кудрина чем объяснить почему у нас эти деньги попали сюда или туда и ни один гражданин не вправе никогда узнать движение денег полученных по ОСАГО полученных в виде налогов отобранных у него под видом каких бы то ни было поборов и уплат легальных и никто никогда гражданину не скажет куда пошли эти деньги и никто так же не скажет с какой стати они у него были отобраны потому что ОСАГО которая затевалась как социальная поддержка малоимущих для того чтобы не было разборов с братками она превратилась тем что те же самые братки в галстуках имеют тот же самый гешефт единственное что они не прибегают при помощи к помощи подставлял и паяльников ситуация-то не изменилась поэтому понадобился Олег Пырков для того чтобы хоть как-то взять и обратить внимание государственных органов на то что происходит в государстве и тут бац государство сказал наверное непорядок но мы пока не знаем мы подождем 30 января и 30 января мы может быть будем знать а непорядок ли у нас по ОСАГО а может быть порядок и уверенности нет абсолютно потому что все аргументы которые ты приготовил для них ставшие отправной точкой для этого спора они так или иначе пока ни к чему не привели кроме того что ФАС по Нижегородской области сильно задумался над ситуацией это был Олег Пырков и Дмитрий Кашин борцы за наше общее дело